МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современные технологии посла Швеции в Украине впечатлила экологическая модернизация запорожстали. В новаторстве в производстве состоялась 45-я международная научно-техническая конференция молодых металлургов. Спасем Днепр вместе запорожские школьники представили свои идеи на Хакатоне. На прошлой неделе в Запорожье побывал Мартин Кокстрем, чрезвычайный полномочный посол Королевства Швеции в Украине. И первым пунктом в программе визита стало знакомство с металлургическим комбинатом «Запорожсталь». Сначала протокольная встреча, обмен визитками и первые сведения о предприятии именно здесь. Но основное знакомство начинается этажом ниже, в главной диспетчерской Запорожстали. Как говорят работники, это сердце и ум огромного производства. А также глаза, сотни камер и тысячи датчиков дают полную картину всех процессов. Аналогичные диспетчерские есть на предприятиях только мирового уровня. А еще это своеобразный полигон для помощи Запорожью во внедрении программы глобального мониторинга «Безопасный город». Параллельно с работой на Запорожстале, я состою в рабочей группе города. Сегодня мэр говорил про «Безопасный город». И по сути вот эта вот видеостена, она легла как прототип по ситуационному центру города Запорожья. Принцип работы будет такой же, как и у нас в нашей центральной диспетчерской. Задача – мониторить состояние безопасности в городе. Запорожсталевская система мониторинга использует только самое современное оборудование, в том числе и камеры. И тут можно и потребно подякувать Запорожсталеву. Она надала свою промышлую площадку для того, чтобы мы могли отработать, оттестировать те камеры, которые сейчас уже устанавливаются в городе Запорожье. Это и в том числе и камеры производства Немеччины, и камеры производства Швеции. И нам этот опыт допомога больше ретельно подойти до впроваджения программы в городе. Также по Слу Швеции показали промплощадку, а именно один из объектов экологической модернизации – линию НТА-4. Благодаря ей удалось существенно уменьшить выбросы как в атмосферу, так и в Днепр. Сейчас это пример того, каким должно быть современное металлургическое производство. Представители Запорожстали говорят, инвестировать в модернизацию, экологические программы – единственный путь к экономическому успеху. Всего за последние пять лет общая сумма инвестиций составила более 9 миллиардов гривен. Мы всегда следим за всеми новинками, которые есть на рынке. Мы стараемся их внедрять у себя и достигать максимальных результатов при внедрении данных новинок. В частности, сегодняшний визит позволил нам показать шведскому послу о уровне нашего сотрудничества, как вообще с европейскими компаниями, так и со шведскими компаниями в частности, с точки зрения предоставления и работы по видеонаблюдению, по автоматизации, по поставкам электрооборудования на комбинат и обсудить достигнутые результаты. В свою очередь представители дипломатической миссии высоко оценили путь, который прошел комбинат и дальнейшие перспективы модернизации сотрудничества с европейскими компаниями. Еще, конечно, то, что было сказано о экологических улучшениях, я думаю, что это тоже очень важно. И это тоже направление, над которым подобные компании в Швеции и Европе, они тоже очень много внимания уделяют именно вопросе окрашающей среды. Так что это было очень интересно услышать. То, что было уже сделано, и, как я понимаю, тоже есть планы на будущее в этом направлении. Еще со мной здесь несколько шведских компаний, которые тоже посмотрели, увидели, может быть, для будущего какие-то возможности для себя. И это, конечно, нас тоже интересует. Более 300 участников, 250 докладов в 11 секциях и 66 победителей. Так, на комбинате «Запорожсталь» прошла традиционная уже 45-я по счету Международная научно-техническая конференция молодежи. Международная молодежная научно-техническая конференция комбината «Запорожсталь» это уже хорошая традиция, давняя хорошая традиция. Это молодежь, которая стояла у истока в конференции 45 лет назад, сегодня мэтры отечественной металлургии. А их дети достойно скандинально продолжают их дело. В конференции приняли участие более 250 специалистов из разных регионов нашей страны, а также гости из ближнего зарубежья и даже других континентов. Высокую оценку жюри получил доклад будущего металлурга родом из Камеруна. У меня тема для доклада – это усовершенствование режима выплавки разных марок стали, высталиплавинных агрегатов. Это получается в том, что как получить высокое качество марки стал с предприятия, у которых нет возможности построить, например, установка, не печенопроботки стал. Электрослесарь запорожского железорудного комбината Максим Межура представил проект, который поможет повысить безопасность на производстве в случае возникновения неполадок в оборудовании. Тема моего доклада – контроль трубопровода, подача закладочной смеси по давлению, чтобы не было порывов провода. На каждом предприятии стараются применить какие-то анимационные технологии. И обмен опытом очень важен и полезен в этой ситуации между предприятиями. Поделиться своими идеями и наработками на конференцию приехали и гости из Мариуполя – представители комбината «Азовсталь». Для Данила Доли это уже вторая конференция. Я участвовал в секции IT-автоматизации, а тема была по повышению энергоэффективности использования газовой смеси на секционных печах шаропрокатного деления ЦРС нашего комбината. Моя тема, судя по всему, была достаточно актуальной, так как подобные газовые смеси используются на многих комбинатах, в частности, тут в Запорожье. И мое простое и очень экономически эффективное решение, мне, судя по всему, понравилось членам комиссии, за что и получил место первое свое. Представитель Беларуси Александр Стрельченко уверен, что научно-техническая конференция дает молодежи возможность расти профессионально. Планы выступить хорошо, показать нашу технологию, рассказать о нашем производстве, ну и также более подробно узнать о вашем производстве. Любая конференция – это обмен опыта. То есть на каждой конференции ты приобретаешь какие-то новые знания, что в дальнейшем тебе помогает реализовывать какие-то свои еще идеи, то есть получать какие-то наработки. Особое внимание заслужили участники самой многочисленной секции социальной и молодежной политики. Наталья Карпова рассказала об инновационном подходе к сотрудничеству с трудовой молодежью. Ее проект включает в себя использование современных технологий для максимального комфорта молодых сотрудников. Мы исследуем тенденции современной молодежи, исследуем тенденции в подборе персонала, в адаптации. Вот в этом году считаю, что нашим самым большим достижением является внедрение чат-бота, который содержит 5 основных блоков по направлению и в автоматическом режиме в программе Вайбер отвечает на вопросы молодых сотрудников. Это делается для того, чтобы помочь нашим молодым сотрудникам легче пройти процесс адаптации на предприятии и чувствовать себя максимально комфортно. Итоги юбилейной международной научно-технической конференции молодежи подвели на торжественной церемонии закрытия. В чем уникальность 45-й международной научно-технической конференции комбината «Запорожсталь»? А тем, что она в очередной раз объединила интеллектуальную элиту не только Украины, но и Беларуси. И также представителей Камеруна. Мы подтвердили, что мы имеем статус в международной конференции. Дмитрий Саженев, который представлял «Запорожсталь», участвовал в конференции уже в 15-й раз. Очень грустно сегодня, потому что в последний раз или крайний раз я принимаю участие в этой секции. Из-за возрастного порога уже перехожу. Из молодых специалистов в опытные профессионалы. Надеюсь, что будет молодое поколение, новая, молодая смена, которая превзойдет все наши достижения много раз. Некоторые участники сначала решили проверить эффективность своих нововведений путем их непосредственного внедрения на производстве. И только после представили свои результаты на конференции. Готовилась, наверное, с начала этого года, когда зарождались идеи, когда это начало все воплощаться в жизни, автоматизировать процессы в программах. Поэтому уже потом, как бы, на исходе, имея какой-то определенный продукт, определенный набор данных, я уже воплотила и решила написать, об этом рассказать. Молодые специалисты уделяли внимание не только решению актуальных проблем промышленных предприятий, но и популяризации металлургических профессий среди молодежи. Тема моя направлена на школьников, которые стоят перед выбором профессии своей будущей. И мы предложили новый формат взаимодействия с ними в учебных центрах, в заданиях отдела обучения и развития персонала, которые максимально показывают, какая профессия есть, кем они могут быть, с какими трудностями не столкнуться. Авторы лучших докладов и презентаций получили дипломы и ценные подарки. Многие проекты в дальнейшем будут внедрены в производство. Вчера на подведение итогов уже было принято решение десятки лучших докладов просчитать, проработать и уже внедрять на производстве на комбинате «Запоршталь». Вот это вот показатель, когда энергия, предложения услышаны и уже внедряются. Это значит, говорит о том, что цель Международной научно-технической конференции молодежи, она достигнута, она объединила молодежь, она объединила усилия, она дала новые старты новым проектам. Также в рамках 45-й Международной научно-технической конференции молодежи ее участники посетили металлургический комбинат «Запоршталь». Они собственными глазами смогли увидеть изменения, которые произошли на производстве за последние пять лет. За это время в экологическую модернизацию было инвестировано более 9 миллиардов гривен. Участники конференции побывали на самых значимых объектах центральной диспетчерской доменной печи номер 3 и линии соляно-кислотного отравления ТА-4 первого цеха холодной прокатки. Здесь удалось воплотить в жизнь идеи металлургии нового поколения, максимально эффективной в производстве и при этом дружественной к окружающей среде. Участники экскурсии, говорят, были на многих предприятиях, но уровень модернизации «Запорожстали» действительно поражает. В сравнении со всеми заводами, которые я видел здесь, в Украине, «Запорожстали» вообще самый, как я могу сказать, современный и большой, но самый красивый завод здесь со всеми, которые я видел здесь, в Украине. Я фанатка «Запорожстали» на самом деле. Это уже не мой первый визит на это предприятие. И каждый раз я приезжаю и любуюсь. Любуюсь предприятием, любуюсь людьми, любуюсь молодежной организацией, любуюсь гостеприимством «Запорожстали». И в первую очередь мне нравится, как предприятие растет, развивается, стает максимально современным. Горжусь тем, что я друг «Запорожстали». Огромное количество роботов, собственноручно разработанные сайты и мобильные приложения, даже подводная лодка. Такие проекты представили запорожские школьники на первом экологическом хакатоне «Хакфуднепро». Он прошел в рамках экологической инициативы «Спасем Днепр вместе», которую поддерживает комбинат «Запорожсталь». Хакатон – это форум разработчиков, который предусматривает решение определенных проблем специалистами из разных областей. Как правило, мероприятия такого формата проводят для профессиональных программистов. Школьников к нему привлекали впервые. Мы попробовали этот, действительно, инновационный и популярный заход, такой соби, великий мозговый штурм, спростить и переработать, во-первых, для школяров, во-вторых, выбрали сам экологическую тему, потому что, считаете, более 50 людей сидели и все работали над тем, каким образом можно врятовать Днепро. Над проектами, которые с помощью эти технологии могут решить экологические проблемы Днепра, работало 12 команд. Дети представили установки для очистки воды, аппараты для утилизации пластика и, собственно, ручно разработанные сайты и мобильные приложения. Деякие проекты просто, они вражают, потому что они могут втелиться и они могут быть презентованы уже на уровне, я вважаю, нашей страны, потому что они имеют как бы подальше, подальше життя. Это все известно, это робототехника, это HTML, но так, как подаются дети, это уже и креатив, и та индивидуальность, которую, в общем, развиваем у детей. Три команды, проекты которых жюри признала лучшими, получили денежные вознаграждения от комбината «Запорожсталь». Сьогодні було багато ідей, і ці ідеї дійсно були такі дорослі ідеї, і вони утилитарні були ідеї, і ідеї, які можна застосувати і навіть в нашому місті Запорожжя. І тому три перших призера з винагородою від комбінату «Запорожсталь», вони дійсно є прикладними. І, думаю, в недалекому майбутньому ми ці проєкти побачимо вже на практиці. Відповідей не обійшлось. Які виникнуть завдяки сьогоднішньому «Хакатону». Тобто, московий штурм удався. І нові розробки запорізьких дітей побачить світ завдяки цьому «Хакатону». На фінішній прямой в цю субботу состоялась заключительна тренировка з серії «Опенрандей». Всего в рамках підготовки ко второму «Запорожсталь» «Халфмарафон» було проведено 5 таких тренировок, які посетили около 200 запорожців. Пятая тренировка резюмируюча, поэтому сегодня ми сделаємо такий тестовий забег. Посмотрим, наскільки ребята спрогрессували, наскільки помогли їм наші знання, наші советы. Така буде контрольна тренировка перед самим забегом. Тестовий забег для новичков составлял 5 км. Опытные спортсмены преодолели дистанцію вдвое більше. Це позволило оценить свої можливості і виявити слабі міста. Ігор став першим на дистанцію в 5 км. Говорить, сильна конкуренція не позволяє розслабляться. Я займаюся полтора року триатлоном. Я бегаю. Пару раз в неделю точно бегаю. А я і в тому гаду участвував. І на всіх областних стартах любителських я участвую. Мені це подобається. Люблю движення спортивне. Люблю все, що зв'язане зі спортом. Тренери Open Run Day отмечають. Главне в підготовці не переусердствувати. То, що є, ви вже тож потрібно. Просто зберініть і донести до марафона не іспортив. Тому що дуже часто люди на останній неді хватаються за голову, починають бегати якісь сумасшедші об'ємы, сумасшедші роботи. Тим самим загоняють себе в стане перетренированности. І на самому забегі нічого не можуть показати. І чуствують себе не дуже добре. Щоби обезопасити спортсменів від можливих травм і розказати, що делать в случае їх возникновення, на тренировку пришли врачи Запорожської областної білянниці. Вони також напомнили о благотворительному забегі в 2 км. Ви должны знать, куди вам обращаться, що вам делать і з якими проблемами ви можете обратитися к нам. Самая основна цель, щоб ви розуміли, що буде проводитися збори средств. Ви це все знаєте. І ці средства підійдуть на закупку реабіллянного оборудування для нашої клініки. Запорішталт «Халфмарафон» состоїться вже в це воскресенье, 28 октября. Каждий желающий може присоединиться к масштабному спортивному празднику і принять участие в забегах на 2, 5 і 21 км. Іріше побороться за победу в командной естафете.